Допустим, вы ввели логин и пароль от почты на каком-то сайте, а потом поняли, что он фишинговый. Вас еще не взломали, но данные уже скомпрометированы. Они попали к злоумышленникам, которые теперь могут использовать вашу почту как угодно. Что делать в такой ситуации? Самое главное не волноваться и первым делом сменить пароль. Если вы использовали его на нескольких сервисах, смените и там тоже. Потом привяжите к своему аккаунту актуальный номер мобильного, если он еще не привязан. Это помешает мошенникам поменять ваш пароль, потому что код восстановления придет не им, а вам на телефон. Удалить ваш номер у них тоже не получится, ведь код подтверждения опять же получите вы, а не они. Другая ситуация. На подозрительных сайтах и в открытых сетях вы пароль не вводили, другим людям его не передавали, а с вашей почты вдруг пачками посыпались странные письма, или вы заметили, что ваш ящик открывает с незнакомых компьютеров. В Яндекс.Почте это можно проверить по IP-адресам журнала посещений. Тут, скорее всего, поработала вредоносная программа. Значит, сменой пароля и привязкой телефона уже не обойдешься. Нужно лечить компьютер. Скачайте антивирус. Проверьте систему. Если один антивирус у вас уже стоит, попробуйте еще один, который может провести проверку без установки на устройство. Даже если антивирус отыскал и обезвредил виновника неприятностей, поменяйте все пароли. Возможно, вредоносная программа уже успела передать их своему хозяину. Если же антивирус оказался бессилен и ничего не нашел, а проблемы остались, придется переустановить систему. Когда устройство, наконец, придет в себя, важно не заразить его снова. Если будете использовать для восстановления данных резервные копии файлов, обязательно проверьте их антивирусом. И не забудьте про дополнительные средства защиты — Firewall и безопасный DNS. С ними у вас будет всегда больше шансов на то, что история не повторится. Некоторые вредоносные программы блокируют компьютер полностью, так что ни антивирус уже не поставить, ни систему переустановить. А за разблокировку просят денег. Не ведитесь на это. Пусть вы заплатите выкуп, но какой смысл мошенникам вам помогать? Когда они получат свое, то, скорее всего, просто забудут о вас. К тому же, иногда нужно просто немножко подождать, чтобы компьютер разблокировался сам. Если нет, скачайте программу для удаления блокеров и запустите ее с флешки. И когда получите доступ к системе, проведите полный курс лечения. Как это делать, вы уже знаете.